всех приветствую друзья дмитрий шимков как всегда в этом подкасте отвечаю на самые интересные вопросы оставленные вами под моими роликами не только и первый вопрос прилетает по теме квадрата пифагора от татьяны очень интересно чтобы вы поподробнее объяснили диагональ темперамента цифр нет вообще допустим этот мужчина как-то трудно поверить что ему секс вообще не нужен говорит ли это о каких-то отклонениях сделать пожалуйста видео об этом на самом деле татьяна я и в большом ролике о квадрате пифагора итоговом и в статьях об этом очень подробно рассказывал но сейчас повторю еще раз пустая диагональ вы имеете ввиду темперамент 3 5 7 отсутствующие цифры или по одной циферке в этой диагонали совсем не говорит что мужчине не нужен секс а ровно наоборот говорит что он ему нужен и как можно больше диагональ темперамента отвечает за темперамент за позиционирование себя как темпераментного человек внешне холодный именно поэтому такого человека чаще меняются партнерши или партнеры как раз таки по той причине что он как неприкаянный ищет свой идеал то это не то то тот не тот и так далее то есть как раз таки людей со слабой строкой диагональю темперамента можно назвать маньяками во всех смыслах этого слова то есть они просто вот ищут постоянно скажем так удовлетворенности но так и и не находит но то что я знаю по практике люди с холодным темпераментом то есть пустой диагональю или с одной циферкой очень хорошо уживаются точно с такими же людьми с холодным темпераментом то есть там где есть такой флёр загадочности недосказанности холодности внешней и так далее поэтому здесь это работает ровно наоборот человек с полной диагоналию темперамента или даже с забитой с перегрузом эти люди темпераментные они яркие у них очень много вот внешнего такого вот эмоционального проявления но они как правило однолюбы если у них качественные отношения не кризисные то есть они однолюбы и не свернут с пути они лучше держатся и дольше в отношениях например но при этом по поводу секса до людям заполненной диагональю наверное это нужно чаще как бы регулярнее и понятнее для них с какими-то еще раскрасками люди с пустой диагональю конечно то хотят то не хотят но при этом постоянно их можно заметить людей имеется ввиду с пустой диагональю с абсолютно разными женщинами если это мужчина ему и женщин с разными мужчинами да ему надеюсь я вам ответил надеюсь доступно так дальше два вопроса от подписчицы из телеграм-канала 1 у всех ли в обязательном порядке есть переезд другой город или страну встречались ли вам люди которые согласно их жизненному пути имели переезд только внутри города где они родились да я бы даже сказал наоборот то есть те у кого в гороскопе фатальным образом появляется цикл это обычно несколько лет в совокупности есть год ядро которая отвечает за переезд далеко то есть пересечением границ например в другую страну или город их мало я об этом всегда говорю на консультации когда в гороскопе есть предпосылки к переезду навсегда или далеко и надолго скажем так это выражено в гороскопе но большинства поверьте 85 а то и у 90 процентов в гороскопах вообще нет переездов за границу хотя именно их чаще всего можно увидеть в другой стране а связано это с тем что они свои переезды рукотворным так сказать способом себе устраивают то есть переезжают просто потому что захотели а дело в том что те у кого фатальным образом показан переезд через границу это значит что этот переезд влияет на некоторые аспекты их жизни например на личную жизнь на деловую жизнь на материальную жизнь и так далее а если у вас этого нет а вы просто переезжаете то вы меняете просто климатические условия и менталитет вокруг себя но это никоим образом не влияет на ваш жизненный путь вот поэтому конечно большинство чаще переезды показаны чисто бытовые из квартиры в квартиру максимум из города в соседний город из села в город из деревни в город или из города в деревню и так далее в частный сектор второй вопрос как отражаются на паре полиаморные отношения открытые отношения тех при которых партнеры имеют интимные отношения с другими людьми согласие их основного партнера считается ли как любовный треугольник многоугольник до считаются потому что если брать суть отношений вообще отношений зиждется зиждется на физическом контакте то есть вы понимаете о чем я говорю то есть если это просто люди общаются и у них как любят говорить вот такие вот отношения легкие непринужденные и ни к чему не обязывающие а просто они чай или кофе пьют в кафе и обсуждают новые спектакли и фильмы то это не отношения или это дружеские отношения которые в гороскопе вообще никак не выражены но если они вместе спят неважно как раз в неделю раз в месяц это можно считывать ну как минимум для одной из сторон как отношения которые уже влияют на их сценарий в гороскопе это так выглядит так ну вот еще один вопрос по квадрату пифагора вот пошли частенько здравствуйте дмитрий скажите пожалуйста если в квадрате пифагора в первой строчке стоит а единица и 4 4 или 4 4 4 то есть три четверки такого человека можно назвать хитрым от природы и вообще если показатели хитрости в квадрате пифагора нет то тот термин хитрость который мы все привыкли понимать это скорее такое природное явление генетическое уникальное в квадрате пифагора все таки расписаны такие острые углы характера важные но я понимаю почему здесь этот вопрос звучит вот в парадигме первой строки четверок действительно четверки вот большой забористый такой ряд четверок две четверки три четверки четыре четверки иногда это люди у которых бронь эмоциональная то есть их не пробить ничем и никак то есть у них даже улыбка натянутая понимаете то есть им невозможно ничто продать их невозможно практически переубедить этим людям конечно нужно быть наверное больше чем остальным развиваться и становиться осознанными иначе это превращается просто в твердолобость такую непролазную до иногда таких людей считают хитрыми потому что не понимают как к ним подойти как достучаться до их сердца а иногда и до мозга эти люди кажутся циничными со стороны в самом деструктивном выражении личности ну если действительно в низменном качестве смотреть в минусе эти цифры но они просто понимаете не подпускают к себе и кажется что они с хитрецой они просто продуманные они более медленные и могут быть хаотичными с такой находиться парадигме мышления такой консервативный то есть их трудно сдвинуть с места и зачастую действительно кажется что они просто циники лицемеры хитрецы ну это от восприятия зависит потому что другой человек посмотрит на него и скажет что очень адекватный классный человек а вы например увидите в этих людях хитрецов это зависит от вашего восприятия вот но тем не менее отчасти но только лишь отчасти с вами соглашусь в этом тезисе так следующий вопрос он объемный здравствуйте дмитрий по теме денег как понять тот факт что допустим человек начинает работать 17 лет всю жизнь приходится самой зарабатывать и даже если выходит замуж тоже сама должна работать то что муж допустим жадный а вот я знаю женщину она в свои 73 года работала наверное три максимум пять лет но у него были деньги сначала мама обеспечил потом муж потом гражданский муж она сидит долго все я здесь понял всем кому интересно дочитайте на экране этот вопрос значит смотрите это очень разные ситуации рассматривать их нужно индивидуально если женщина попала в отношения родила ребенка и ей самой приходится вытягивать эти отношения материальные работать на трех работах это значит либо союз запущен в ее гороскопе не вовремя то есть не своевременно и он дает сбой не работает как надо этот механизм вот про женщину которая за 73 года всего работала пять лет своей жизни это наверное неплохо есть такие люди которые так устраиваются особенно женщины потому что основной финансовый канал у нее в гороскопе например может работать через партнера то есть и только лишь а в зрелые годы она решила поработать потому что партнеров нет которые бы ее обеспечивали да но есть какой-то тыл прикрытые в виде там недвижимости или счета в банке например то есть вы поймите каждый случай необходимо все таки рассматривать очень индивидуально очень индивидуально вот вы пишете значит племянник умершего мужа позвонил и сказал откройте дверь там женщина с ней явно отправил деньги возьмите деньги сумма не маленькая ну вот ровно то о чем я и говорил деньги через партнера приходит скорее всего в ее гороскопе так и есть а у других нет а если дата не парная и оба не парные например в союзе и находящемся союзе не репродуктивным а допустим уже после 36 лет и у них миссии отношений к у каждого своя карьера соответственно каждый из них монетизирует сам себя вот поэтому она бывает и наоборот что женщина пересидела в кризисном союзе и муж который был успешным внезапно становится не успешными она его содержит то есть отключается его карьера и деньги это обычно в пересидках бывает то есть когда союза пересиженной кризисной союзой блокируется второй стороне деньги и так далее то есть это очень серьезный вопрос но я не могу без конкретных цифр на него ответить надо разбирать вот этого человека вот этого человека о которых вы написали конкретно прям таки по годам по эпизодам показывать почему так и как это вообще работает следующий вопрос задает джо наш постоянный участник telegram чата дмитрий шимко вопрос такой возможно ли если дата парная что даже без союза точки личной жизни начинает хорошо двигаться в своей деятельности растет и развивается да джо именно так это и выглядит то есть не парная дата особенно если она стержневая потому что не парные даты бывают разных типов то есть совсем женственные слабые без амбициозные без финансового канала или не расторопные а бывает наоборот очень целеустремленные очень стабильные и так далее например парная дата находится вне контекста личной жизни и естественно парную дату потянет на рутинную работу она будет работать за себя из-за того дядю грубо говоря то есть вкалывать много не факт что она будет как тут написано в своей деятельности расти до который ей нравится но как минимум это может быть деятельность которые приносят деньги и парная дата будет расти социальные материально ровно до тех пор пока не запустится . личной жизни ей там необходимо будет организовать либо или реорганизовать личную жизнь для того чтобы перезапустить например свой финансовый канал или социальный надеюсь ответил так следующий вопрос в ютюбе задает наш постоянный зритель николай сергеевич здравствуйте скажите пожалуйста если человек встречает партнеров сильную точку знакомства у них налаживаются отношения через два года наступает вторая точка знакомства но по сердцу вопрос могут ли закрепиться отношения во вторую точку знакомства как более сильный или там будет обязательно новое знакомство при условии что партнеры встретили друг друга своевременно как отыграется вторая точка знакомства который по сердцу все я понял смотрите значит допустим вы зашли в союз не обязательно в точку по сердцу вот вас годовой цикл прагматических или кармических отношений эти отношения стали развиваться они уже развиваются два года и тут через два года у вас гороскопе запускается . личной жизни по сердцу то есть это эмоциональная такая как влюбленность но как мы это трактуем в парадигме уже состоявшихся отношений это либо отрабатывается . декрета то есть рождение ребенка в этот период либо укрепляются или закрепляются отношения через официоз например замуж выходит либо здесь действительно может стукнуть кризис то есть первый кризис который показывает изнанку этих отношений либо действительно в самом крайнем варианте треугольник то есть точка личной жизни срабатывает как реальная точка знакомства но уже на стороне то есть он и тут как бы в отношениях и там под влюбился но это крайне редкие исключительные варианты в основном то что я назвал в первые два это либо . декрет либо кризис ну то есть первый кризис который уже показывает всю в общем-то изнанку этих отношений или даже разваливает эти отношения такое тоже не исключено опять-таки необходимо смотреть индивидуально когда начался союз с кем совместимость параллельность миссию отношений было ли она исполнена сколько на него отдан был отдано было времени для исполнения этой миссии и оттуда уже трактовать как дальше могут прогнозировать эти отношения но следующий вопрос видимо очень эмоциональный дима если человек имеющий большие деньги но при этом очень очень жадный иногда доходит до абсурда будет иметь какие-то будет иметь какие-то последствия для примера выйдет с ребенком на целый день и одно мороженое не купит имея при этом много-много миллионов на карте и второй вопрос почему жадным к жадным всегда деньги идут а к щедрых никогда не идут ну а второй тезис это очень спорная тема да то есть жадный понятно в дате кстати видно вы обратите внимание на людей с перекрытой 2 строк 2 строкой в квадрате пифагора 4 5 6 чем больше цифр тем более рачительный человек в плане финансов а если там еще и две восьмерки есть то да там снега зимой не допросишься такой бывает но это деструктивные минусовые качества квадрат пифагора то есть человек может быть экономным если он становится жадным это уже кризис кризис души то есть это уже что-то с человеком с психикой поэтому я бы поспорил с тем что у щедрых никогда нет к щедрым людям особенно если у них в дате волонтерства к ним деньги всегда будут тянуться всегда просто за счет их щедрости открытости возможно аскетизма вы и не поймете что человек богатый знаете как вот когда-то давно больше 30 лет назад моя мать работала в гуме нет тогда она еще работала в гостинице россия в москве вот которую снесли продавцом в березке и как-то она мне показала это вот смотри вот это английские миллионеры там на кучку людей вышедших из автобуса туристического я посмотрел будучи десятилетним ребенком даже тогда понял ну какие же это миллионеры это какие-то просто какие-то не знаю панки может быть с драными коленками на джинсах в каких-то майках вытянутых а нет это аскеты но в европе тогда не принято было кичиться миллионами это сейчас культ бабла в те времена видимо по-другому было в европе хотя бы если сравнивать вот поэтому щедрых людей мы можем и не увидеть их миллионы а к жадным тянутся но тоже не всегда если это работает на минус их даты то там они будут жадничать в копейках а терять миллионы понимаете то есть тут надо смотреть индивидуально поэтому по поводу жадности то что ребенку даже мороженое не может купить целый день гуляя с ним это вопрос к этому человеку ну то есть подать и видно скрупулезность вопроса финансов вот именно такой вот подсчитывание как куркуль какой-то вот подсчитывает копеечки бережет боится но при этом может потерять на какой-нибудь на в каком-нибудь покере сразу миллион да то есть ну очень странные личности опять-таки необходимо каждый случай рассматривать очень индивидуально то что я когда вижу исходные данные даты рождения то есть с точки рождения я вижу что человек очень экономно и рачительный но я могу подразумевать то есть держать в уме что этот человек может быть и жадным но это зависит от воспитания от образованности от осознанности и так далее это качество минус то есть минусовые качества плюсовые качества это человек как белка собирает экономит копит очень грамотно распоряжается деньгами но это не значит что он жадный вот поэтому так сказать палка о двух концах необходимо рассматривать дату целиком подробно из ректификации надеюсь ответил